Всем привет! С вами Максим. Давно хотел вам показать свой офис. Он у меня за спиной. Магазин Home Center, на портовке которого я нахожусь. За моей спиной шашлычная. Очень популярная на Кожзаводской 96. Сегодня в видео я расскажу о том, как я открывал здесь метизный магазин, почему он у меня не получился, сколько я потенциал в него вложил, сколько я потерял по сути. Как потерял, я расскажу как я вышел из ситуации. Пойдемте вовнутрь, ко мне не будет так сильно слипеть солнце. Вот он у меня уже внутри моего офиса. За моей спиной вы видите это склад метизной продукции. Там все ящички, все по полочкам, все разложено. Дальше за моей спиной это образец каркасной стены, каркасный угол дома, чтобы наглядно показывать людям, что мы делаем и как. Мое рабочее место, образцы разных отделочных материалов, всякие дипломы из прошлой жизни. Сейчас я уже присяду и расскажу непосредственно подробно о самом магазине. Хотелось сначала вам все показать. Вот, теперь я подробно расскажу о магазине. Магазин метизной продукции я открывал в 2016 году. Уже было видно, что после присоединения Крыма как-то работать на рынке стало тяжелее. Заказов как-то меньше может быть. В общем спрос начал падать. Поскольку я находился на парковке, достаточно в проходном месте, то есть по масштабам города может быть не очень, но в целом как бы крупный ТРК, то есть большой развлекательный центр на втором этаже, там батуты, ролик центра, на первом этаже большой магазин, то есть общее число квадратных метров там по-моему там шесть или восемь тысяч. Вот. Исходя из этого я решил, что ну а что, надо же чем-то заниматься, надо открыться. До конца наверно не смог оценить всех рисков, которые скрывались и которые вылезли впоследствии, но во всем по порядку. Первоначально я открылся, то есть я начал подготовку где-то в феврале-марте месяце, у меня были деньги. 15-й год закончился в принципе с профицитным бюджетом, то есть деньги у меня были и решил, что ну нужно развиваться, какой-то параллельный бизнес, что в принципе я занимаюсь строительством, то есть сложно прогореть в том, чем ты занимаешься. То есть то, что я закупил дометизный магазин, это все, что я использую себя в стройке. Вот. Когда я открылся, то есть в апреле месяце в принципе клиент пошел, то есть мои ожидания были оправданы. Дневная выручка на старте у меня доходила до 18-20 тысяч рублей, что в принципе неплохо, то есть это чистыми зарабатывалось примерно 5-6 тысяч в день. Ну это конечно в самые хорошие дни, в среднем меньше, то есть 2-3 тысячи рублей, но в принципе он свою задачу выполнял, то есть деньги зарабатывались. Что бы я сейчас сделал бы перед тем, как открыть магазин? Ну во-первых, я бы наверное не стал бы закупать столько ассортимент, столько закупа сделать на склад, оно того не требуется. То есть можно было бы для стендов закупить по одному образцу каждой продукции, то есть что ты потенциально хочешь продавать, и в принципе посмотреть, что люди берут, и просто это закупить, чтобы это было. Я сделал неправильно, то есть я закупил продукции на полмиллиона рублей, там стеллажи и все остальное, ну полмиллиона грубо говоря я вложил. И каково было мое разочарование, когда начались проблемы у хом-центра. У хом-центра я не вдался в историю самого ТРК, то есть ТРК со спорными собственниками, они постоянно меняются, то есть постоянно какие-то конкурсные управляющие, рейдерские захваты, ОМОН, полиция. В общем, очень весело как бы, и то же самое произошло в шестнадцатом году. В хом-центр опечатали собственников, с которыми я договорялся в том числе и по аренде на парковке, их по сути выгнали. То есть как бы появились другие, но при этом магазин уже не функционировал. То есть, что для меня в принципе стало достаточно таким существенным ударом, с учетом того, что я в этом же году в шестнадцатом взял ипотеку. То есть те деньги, которые я мог бы потратить на покупку квартиры, я вложил в магазин. Моя задумка не оправдала себя, то есть я даже близко в шестнадцатом году не отбил вложенное в магазин, именно магазином. То есть в стройке я конечно отбился и заработал, но в целом как бы самая голодная моя зима это была шестнадцатый-семнадцатый год. Вот, в целом за два года я отбил магазин, но с учетом того, что я все-таки строитель и всю эту продукцию использую. Теперь у меня уже отбитый магазин, то есть продукция, которая была на него куплена и такого же размера склад. То есть в принципе это мне сыграло в плюс. То есть у меня достаточно большой ассортимент всего того, что я использую. Я спокойно на этом зарабатываю, потому что с шестнадцатого года, сейчас у нас девятнадцатый, за три года в среднем закуп подорожал почти на пятьдесят процентов. То есть все, что было вложено там, к примеру, полмиллиона рублей сейчас стоит семьсот пятьдесят. В принципе, ну неплохая инвестиция. Я бы ее сейчас бы не делал, но уже как есть. В принципе, сейчас то, что есть, оно работает. В среднем на метизной продукции я зарабатываю в год порядка, наверное, 150 тысяч рублей. Это, наверное, немного, но с учетом, что курочка по зернышку, это неплохо. Вот. То есть всем, кто планирует открывать собственный бизнес, я бы, конечно, рекомендовал бы, как я сказал. То есть хотите что-то открыть, какую торговую точку, ну закупите образцы. То есть как бы, ну зачем, какая разница. Ну будут приходить люди, скажете, закончилось. А потом закупите, как бы будете продавать. То есть не надо, и то есть вероятность того, что вы крупно попадете на деньги. Потому что это у меня как бы не было принципиально. То, что у меня на складе полмиллиона рублей зависло. Поскольку как бы основной мой заработок это строительство. Для кого-то это может быть серьезным ударом. Вот. Потом у нас опять собственник, ну новый собственник пришел. Вполне все было уже неплохо. Тут как бы нормальные такие как бы руководители. То есть они начали, ну видно хозяйственники. Начали заниматься хом-центром. Начали заниматься противопожарной безопасностью и так далее. Но магазин я уже не возобновлял. То есть уже было не интересно. То есть я в строительстве начал развиваться. У меня стали более крупные объекты. Их стало больше. Вот. То есть получается, что в принципе я не совсем жалею, что я сделал это. Но последствия были тяжелыми. То есть во-первых, зависти деньги. Во-вторых, ну семья, жизнь. То есть ипотека. Из-за того, что я вложил полмиллиона в магазин. А не полмиллиона как бы на досрочку, грубо говоря там. Или в первоначальный взнос. Мой платеж по ипотеке составлял 20 там с копейками тысяч рублей. С коммуналкой там 26-27. Зима с 16-го на 17-й год была очень тяжелой. То есть непривычно для меня. Потому что я привык как бы очень сбалансированно подходить как бы к финансам. И все очень аккуратно и очень бережно оценивать. Так вот, какие выводы? Выводы в том, что к любому предпринимательскому проекту, бизнесу нужно подходить очень скорпулезно и очень четко. Рассчитывать все риски лучше. Конечно не нужно там излишне как бы драматизировать, думать. А вот лучше вот это или вот так. Там, к примеру, мне лучше наверное купить там монитор Apple, чем Samsung. Ведь люди будут приходить и от этого будут составлять впечатление. Какой я крутой бизнесмен. Да фигня все это. Ребята, главное какой у вас платежный баланс. То есть неважно на каком вы автомобиле ездите. Я сколько раз слышу от своих друзей там. Приезжаем и говорим, Максим, когда ты поменяешь машину? Ну ты че, ты уже задрал ездить на этом корыте? Ребята, как бы я постоянно вкладываюсь в дело. Постоянно. То есть я не самый рисковый предприниматель. Но вот если так вот подумать, я постоянно вкладываюсь в работу. То есть все на перспективу. Ну да, езжу я сейчас не на самом крутом автомобиле. Но я каждый год зарабатываю на Крузак. И могу себе позволить. Но блин, нет. То есть семья, сын, жена, обязательства, бизнес. Как бы все деньги туда. То есть кто меня знает, живу я достаточно скромно. Как бы не любитель каких-то там дорогих вещей, покупок и всего остального. То есть все достаточно консервативно. Я ничем не отличаюсь, не знаю там, от менеджера среднего звена. Вот. В принципе я считаю, что об этом написано много книжек. То есть что реально бизнес он строится. То есть реально крепкая компания. Она начинает появляться с 5 по 10 год. То есть вот с 5 по 10 год вашего предпринимательской деятельности вы скорее всего заработаете очень хорошо денег. У вас будет крепкая компания, хорошая команда. Как бы все будет ништяк. Кто растет быстро. Ну все хорошо, но они как правило так же быстро и падают. То есть надо все-таки пытаться сбалансировать. Я всю жизнь это пытаюсь сбалансировать. У меня много друзей было более талантливых предпринимателей чем я. Но они все обанкротились. Все обанкротились. Не знаю ни одной быстро-быстро взлетевшего человека, который бы не разбился. Очень сбалансировано. Крепкий фундамент, крепкие стены, хорошая крыша. Да, может по-строительному, по-глупому как бы звучит. Но это так. Вот. Про метизный магазин я хотел рассказать и рассказал. В качестве как бы совета я уже наверное все что мог уже дал, сказал. Занимайтесь собой, читайте книжки. Книжки особенно американских авторов, бизнесменов, которые пишут биографии или биографии о них. То есть о том, как они последовательно выстраивали свои компании в бизнесе. Самое главное последовательность. Последовательно, последовательность, последовательность. То есть вот ты в одну точку бьешь, 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 бьешь и всегда зарабатываешь. Второй аспект, который говорит о величине компании, которую ты можешь построить, это удача. Без удачи бизнес не делается. Просто на математических расчетах бизнес сложно построить. То есть удача, удача, удача. То есть последовательность, удача и терпение, трудолюбие Это то, что сделает вас счастливыми и богатыми Всем пока!